Без пищи. В результате надо правильно это все делать, правильно заходить, правильно выходить, делать клизмы. Таким образом, прочистится и желудочно-кишечный тракт, и сам кишечник. Иначе кишечник, который питался термически обработанной мясной пищей, покрывается слизью, и через стенки кишечника не могут впитываться питательные вещества, и не происходит насыщения. Если этого не делать, голодание, низмоочищение, то пользы от сыроедения практически никакой не будет. Человек съест, а на следующее утро оно будет. По поводу... Мы все-все взрослые люди, хочется пару слов сказать по поводу посещения туалета, поскольку в яблоках содержится всего лишь в килограмме 200 грамм сухого вещества, то раз в двое суток стабильно, причем буквально раз в двое суток, и так постоянно. Самая маленькая. Проблем с этим нету, то есть ни забора, ничего абсолютно нет. Я себя чувствую нормально, стал меньше спать, но я раньше вложусь, раньше просыпаюсь, но я чувствую, что мне... Я высыпаюсь гораздо быстрее, чем я попал раньше. Раньше я спал очень дольше. Я не собираюсь останавливаться на монофруктоведине, хочу пойти дальше. Дальше только питание правды, притарианство. Таким образом я начал делать дыхательные упражнения. В общем говоря, я считаю, что дыхание на упражнение, задержка дыхания на вдохе. Как это происходит? Вдох, задержка дыхания. Сейчас я дошел уже до трех минут. Три минуты проходит, выдох, одна минута я отдышусь, и опять вдох три минуты. И так в течение сорока минут. По три захода. К чему это приходит? Это способствует насыщению. То есть все мы знаем, что белки, жиры и углеводы состоят из кислорода, азота, углерода и водорода. Все эти элементы содержатся во вдыхаемом воздухе. Ну, азоту надо, конечно, особое условие, допустим, указать. И тем не менее, когда мы вдыхаем воздух, при определенных условиях организм может перестроиться на внутренний холодный ядерный синтез. По принципу фотосинтеза, ну, все вы знаете, солнечные растения потребляют вещества не только из почвы, но и из воздуха. Под действием солнечной энергии вода, аллогий, кислогаз превращается в целлюлозу и происходит влияние кислорода. Таким образом, наш организм тоже имеет способность к внутреннему синтезу. В частности, предназначение нашего желудочно-кишечного инфектора является всего две функции. Это синтез питательных веществ и иммунная защита, иммунитет. Я услышу. Какие физические нагрузки вы имеете? По поводу физических нагрузок. Поскольку я только перешел на моно-вкуссоведение, физические нагрузки я сейчас себя не подвергаю. Первые три месяца я себя не подвергал физическим нагрузкам. Ну, то есть, надо подходить ко всему здравому смыслу по состоянию. Значит, последний месяц я стал делать физическую зарядку. Это в частности есть видео буквально нашего с малого председания, зарядка, просто разминка. Дальнейшее я буду увеличивать по своему нагрузку и посмотрим, что в результате получится. Человек не сможет так питаться с тяжелым физическим трудом. Но если резко перейти, резко перейти, он не сможет так питаться, имея большую физическую нагрузку. Но если он перестанет есть масса, он станет себя гораздо лучше чувствовать. Поскольку именно на мясо есть большая нагрузка по энергетике, по энергетическим затратам. И усваиваемость мяса очень низкая. То, что нам кажется, что нам дает там много энергии, на самом деле, это... Допустим, все вы знаете эффект, после того, как мы плотно покошили, нам всем хочется поспать. У меня такого состояния нет. И еще такое, по поводу жидкости летом, когда человек просто-напросто потеряет достаточно огромное количество жидкости. То есть, в килограмме, ну, в полутора килограммах яплата, в килограмме 800 грамм жидкости. А в полутора килограммах это 1200 грамм, да? Как бы этого стоит недостаточно, даже для фото. Более того, скажу, в выдыхаемом воздухе за сутки содержится 500 грамм жидкости. Да, это сейчас уже в выдыхаемом воздухе. По своему опыту, другого у меня нет, и скажу следующее. Летом у меня платоотделение было гораздо ниже, поскольку организм перестраивается. Я вел пониженную физическую активность, но я все-таки проходил не меньше, чем полтора килограмма, когда гулял по поселку Заябник. У нас богатый поселок, и мне надо было ходить, ну, километр-полтора. Ну, то есть, организм уже не имеет возможности охлаждаться. Я себя, я жары сильно не чувствовал, более того, у меня постоянно в кончике пальцев холодный. Да, то есть, когда перегрев, этого быть не может. То есть, пониженное, пониженное потоотделение не из-за того, что какая-то дисфункция организма, а именно потом, ну, что в этом нет необходимости. Ну, по крайней мере, у меня так было такое, у меня было большое физическое нагрузки. В дальнейшем будет повышаться нагрузка, в дальнейшем, по мере того, как организм будет перестраиваться, я буду повышать физическую нагрузку, буду смотреть по своему состоянию. И об этом буду рассказывать. У меня вопрос такой, насчет энзимов, да? Вот, ты привел пример, что, если кушать растительную пищу, то выделяются с этой же пищи энзимы, которые помогают переваривать пищу. Я так понял, да? И, например, ты привел желудочный сок и лягушки. А лягушка же, ну, не растительная. Нет, просто... А почему это не лавровый лист, например? Вот, ну, этот эксперимент показывает, что в самом деле, это энзимы помогли... Ну, в любой живой клетке есть энзимы. В живой клетке. И они способствуют переваривать пищу. А лягушка была свежей, умершвездной, да? То есть, вареная не растопилась? Не растворилась в желудочном соке. Ну, хорошо, а у нас же вопрос был не о мясе, а как бы... То есть, получается, мясо лучше переваривается, чем на сетериную пищу. Дело в том, что то мясо, которое мы покупаем... Ну, я просто не понял, почему пример этот вообще, если у вас... Почему у нас яблоко растворить, либо любое растительное... Ну, как-то, ну, несостыковка, вот, факты, как-то... Почему я проверил такой эксперимент, я о нем узнал, я вам рассказал. Если бы у меня был желудочный сок, я бы взял яблоко и... Нет, выводов можно сделать много, а как на самом деле обстоять дела? Вот, к примеру, насчет температуры. А ты не задумался, что, может, у тебя уже организм не может вырабатывать столько тепла, столько ему необходимо? Может, уже как земноводный надо погреться на солнышко? Нет, я об этом не задумался, поскольку я себя сейчас нормально чувствую, и моя температура даже выше, чем обычно. Ну, я знаю. Выше. А за меньше должна быть. А он просто... Я не знаю, что обычно у меня такой одинописи, там по улице и туда. А сейчас вот примерно 36,7, вот так вот. И еще такой вопрос. То есть, я понимаю так, два года ты физически не напрягался, по сути. Я не могу это рассказать, в Донецке, в доме у нас была печка, я запасал дрова. Да нет, я имею в виду, вот, ты можешь, например, 100 метров пробежать, вот, быстро, вот, сразу же. Можно я это скажу? Да, да, да. Так вот, делая запас дров на зиму, я занимался тяжелой физической активностью, в плане спила сухих деревьев, подъема больших, ну, в таких порядках бревен, принеся их домой, распила и раскола, и топки, соответственно, печки в холодный период времени. Я для себя провел взвешивание дров, которые я использовал, вышло порядка двух тонн я вытопил за зиму, еще около тонны осталось неиспользовано. Таким образом, я провел на веганстве, то есть на термически обработанной, кашу в основном, пищу, нагрузку и вполне нормальный себя чувствую. То есть после этого рабочего дня, да? Рабочий день у тебя был один раз? Или как-то сезон, неделя работа? Это как бы был не рабочий день, это была подготовка шла к зиме летом, летом, осенью. Ну, месяц ушел на заработку дров. Это было через всего лет. Через всего лет. То есть все лето рубил, таскал? Да, то есть я не мог за один день все это сделать. А головокружение было? Нет, абсолютно ничего такого не было. Я себя чувствовал очень даже активным, моя активность была выше того, чего я желал. То есть надо было поспокойнее себя вести, но та обстановка не позволяла мне постоянно какие-то раздражения. А, то есть побочные эффекты, которые показывают? Нет, побочные эффекты не элегант, не элегантство. То есть тебе не давали соблюдать то состояние, которое тебе не упомяло для того, чтобы... Продолжение следует... Продолжение следует...